Дорогие друзья, вместе с Соней Тычинкиной мы решили устроить здесь аппетитное свидание. Но придется сообразить, так сказать, на троих, потому что к нам пришел Сергей Сивопляс, повар из того самого аппетитного свидания, и нам расскажет, как приготовить завтрак за 7 минут. Доброе утро! Сергей, доброе утро! Привет-привет! Сегодня будет у нас такой немножко необычный завтрак. Это и десерт, и полноценное блюдо одновременно. Поскольку манка очень сытный продукт, мы будем готовить манково-лимонный крем. Что нам для этого понадобится? Соответственно, манка, молоко, ванильный сахар, лимон, сливочное масло и чуть-чуть шоколада для такого декора. И таймер, потому что мы заводим его на 7 минут. Я надеюсь, мы успеем, да, приготовить завтрак за 7 минут, Сергей? Мы успеем, да, мне кажется, даже за 6. И даже съесть успеем его за эти 7 минут. Время пошло! Итак, Дима, ты будешь лимонный сок выжимать, то есть разрежешь, выжмешь, перед этим хорошо прокатай лимон. Прокатать лимон? Да, прокатай. О, смотрите, советы, лайфхаки, да. Нужно прокатать лимон. Посильнее даже дави. Соне, я доверю, более ответственное задание, она будет распаковывать сливочное масло. Обожаю распаковывать масло! Да, а я пока смешаю манку с молоком, чтобы она разбухла. Сережа, скажи, пожалуйста, сколько манки ты используешь? Стакан манки, ну это где-то грамм, наверное, 150, почти 200. 50 грамм ванильного сахара. Так. Стакан молока, это где-то 200 миллилитров. То есть, я правильно понимаю, манку мы никак не обрабатываем. Мы будем ее в втором виде, что ли, употреблять? Она разбухнет, она очень классно разбухнет. Мы потом смешаем ее со сливочным маслом. В идеале, когда этот десерт полностью готов, надо его поставить в холодильник на час, но можно есть и так. Есть вариант с термической обработкой, то есть все это проварить, все это подождать, пока остынет. Но это долго, это не для нас, это 7 минут все-таки. Манка, она как человек, она, если молоко употреблять и масло, ты разбухаешь. Да-да-да, друзья, кстати, вот у меня масло в таких маленьких брикетиках по 10 граммов, и мы используем 6 таких брикетиков. То есть, 60 граммов масла сегодня много, да? Да, все верно. Да, можно здесь... То есть, я думаю, 60 граммов мы не очень разбухнем сегодня. Ну, а с манки разбухнем. Слушайте, знаете, это очень крутая идея. Я, ну, тяжело всегда лимон выжимать, серьезно, чтобы до конца, да, раскатываете его сначала хорошенько, а потом он выжимается весь. То есть, любимое открытие сегодня, да? Да, да-да-да-да, каждый раз что-нибудь новенькое. Век живи называется. Я почти справилась, практически, практически, мне остался один брикетик. Значит, чего ты там намешал, повтори, пожалуйста. Манка, молоко и ванильный сахар. Можно добавить еще корицу, можно добавить там лимонной кислоты. Или какао, например. Я люблю какао. Куда вас понесло-то? Что лица и какао, это все будет... Все, что угодно, на самом деле. Так, Сереж, с маслом я справилась. Да. Мы ждем лимонный сок. Мы ждем лимонный сок, но тут очень костлевый лимон, поэтому из него еще нужно... Сереж, а сколько манка в молоке должна простоять, чтобы разбухнуть? Сколько времени ей надо? Ну, по идее, чтобы идеально прямо было, то, наверное, минут 10-15. У нас этого нет времени, поэтому как настоится, так и будет готово. То есть, у нас лимон будет мягкой. Да, и как лимон, Дима, выжмет, так и сделает. Так. Так. Дим, мы опять зависим от тебя, давай скорее, хочется завтракать. Приятно, приятно от меня все зависит. Наше свидание рушится аппетитное, потому что ты не можешь до конца выжить. Слушайте, вас же двое, там займитесь, я не знаю, пока... Займитесь чем-нибудь полезным. Так. Мы размягчаем масло, да, Сережа? Да, размягчаем, в идеале брать, конечно, комнатной температуры, но у меня вот оно из холодильника, поэтому надо его немножко помять, чтобы оно было такое однородное. Ну, масло это такая субстанция, которая быстро растает и готова к употреблению. Можно подышать на нее горячим. А еще я знаю, лайфхак, горячую кружку, если на кусочек масла положить, то оно тоже быстро растает. Главное, чтобы оно не растаяло в такую жижу прямо, ну вот в жидкость, а надо, чтобы оно было такое кремообразное. Я готов. Да, да, да. Давай, выливай сюда. Прямо сюда? Прямо сюда, не жалей. У нас получилось полстакана лимонного сока, правильно? Да. Да, ну то есть целый такой средний лимон. Можно взять лайм, можно взять апельсин, то есть все, что вы больше любите, то и используйте. Серьезно, апельсин? Ну, потому что это большая разница. Апельсин достаточно сладкий, там прямо много сахара. Тогда меньше сахара добавляй. Все зависит от твоих предпочтений. Итак, мои предпочтения это сахар, это факт. Мои предпочтения просто манная каша. Смешиваем. Сколько у нас времени? Времени, времени, времени. У нас еще три минуты. Я думаю, ты успеешь. Можно спокойно, да? Думаю, успею, куда я денусь? У меня нет вариантов просто. То есть масло с лимоном не обязательно размешивать до однородной консистенции? Да, будет удобнее здесь сделать все это в стакане. Можно, опять же, ручным венчиком, а можно блендером. Ну, блендером, конечно же, быстрее получается. Да. Если с утра нет времени, мы лучше поболтаем. Зато проснешься, да, когда вот так делаешь, можно проснуться. Зарядка для рук. То есть мы с вами зарядку для тела сделали с Дмитрием Мурзиным сегодня, Сергеем Севоплясом повторить для рук зарядку еще. А с чем это можно употреблять? Просто вот, ну, я понимаю, что можно просто ложкой его прямо навернуть. Да. Тогда точно разбухнешь, Дима. На что лучше намазать там что-нибудь полезное? Хлебец какой-нибудь? Ну, смотри, если добавляешь чуть больше масла, он получается гуще. Можно намазать на хлебец, на хлеб, на булочку. Можно просто фрукты им полить, там, фруктовый салатик заправить. А я представляю оладушками, знаете, с такими домашними. Блинчики, оладушки. Мы всегда говорим, что сегодня будем готовить полезный завтрак. Ну, вот такой маслицы, оладушки, блинчики. Сегодня готовим соус, а вы представляете оладушки себе. Все не самое полезное, но хочется себя иногда побаловать, правда. Да, конечно, впереди Новый год, каникулы, можно немножечко и подразбухнуть. Подразбухнуть? Под Новый год добавить, ну, а потом уже в январе и садиться на диеты. Сейчас-то смысл какой? Так, у нас осталось чуть меньше двух минут. Давай, попробуй ты, Дима. Да, то есть уже прямо рука подустала. То есть вот, дорогие друзья, дорогие женщины, без мужчин такой завтрак не готовьте. Лучше, чтобы под рукой был мужичок какой-то, значит, дали ему венчик. Под рукой? Это точно мужичок, если бы под рукой. Венчик дали ему, и, пожалуйста, взбивай крем. Так, давай напоминаем, что у нас входило в состав. Еще раз. Манка, молоко. Стакан манки. Стакан манки, стакан молока, полстакана ванильного сахара. Это 50-60 грамм масла, то есть, как вы больше любите, сок целого лимона. И все мы это перемешиваем. И на украшение у нас белый вкусный шоколад. Да, мы кинем по одной вниз. И он всплывет, что ли? Нет, он будет красиво лежать внизу и ждать, когда ты до него доберешься. Красиво лежать внизу. Дима, конечно, что-то пошло не так. Так, слушай, мне кажется, я перемешал. Ты даже убил венчик. Что-то пошло не так у Димы в кулинарии. Посмотрите, какой консистенции получился у нас наша заправочка, наш соус сладкий. Да, можно посыпать все это кокосовой стружкой, будет еще симпатичнее. Да, кстати. Так? Я даже не знаю, как его называть. Стружкой не фруктовый мус, а молочно-маночный. Молочно-маночный. Молочно-маночный мус мы приготовили за 7 минут. Вот будильник звонит. Украсили белым шоколадом. Молочно-маночный мус для логопедов приготовили мы сегодня. Готово. Итак, Соня, ну-ка. Ох, выглядит аппетитно. А давай прям, знаешь, попробуем. Дима, я тебе доверяю, я разбухать не хочу, поэтому, Димочка, давай. А мне уже не страшно. Это не все попадает на тебя. Друзья, Сергей Севапляс нам сегодня приготовил молочно-маночный мус с белым шоколадом. Приятного аппетита. Ну а что сейчас? Мы с вами посмотрим новости Свердловской области.